В Москве в экспоцентре с 8 по 10 октября 2013 года прошла выставка-конференция «Инфобес Экспо-2013» — одно из важнейших отечественных событий в области ИБ. Участие в нем приняли представители крупных разработчиков, телеком-провайдеров, профессионального сообщества, а также специализирующихся на тематике информационной безопасности СМИ. Мероприятие прошло при поддержке государственных регуляторов отрасли, среди них Минкомсвязи и Роскомнадзор, ВСТЭК и ФСБ России, также Совет Безопасности РФ, Банк России и АРБ, МОО «АЗИ». Представители некоторых принимали непосредственное участие в конференции, придавая особый вес разворачивавшимся обсуждениям. Например, Артем Сычев от ГУБЗИ, Банка России, Дмитрий Костров от Минкомсвязи. Точку зрения участников отрасли высказывали видные эксперты в области ИБ, Евгений Царев, Михаил Емельянников и многие другие. Они выступали в качестве модераторов круглых столов, докладчиков и в целом задавали дискуссием деловой, профессиональный тон. Поэтому большинство посетителей гораздо больше внимания уделяли не выставочным стендам и демонстрациям новых продуктов, а деловой программе. Основной точкой притяжения стали конференц-залы, в которых проходили интереснейшие круглые столы, панельные дискуссии и семинары. Деловая программа проходила одновременно в четырех залах, блоками по полтора-два часа с перерывами на обсуждение. Темы каждого из блоков и представленные доклады вызывали немалый интерес у посетителей Инфобеза. Хватило прикладных тем, например, организация ИБ на этапах жизненного цикла банковских приложений, обеспечение безопасности АСУ-ТП, систем, управляющих производственными процессами в промышленности. Под различными углами рассматривались проблемы стандартизации в области ИБ, доктрины национальной информационной безопасности, угрозы информационным системам транспорта и приватности. Организаторы выставки, компания Ристек, сделали большую ставку на продолжительные круглые столы по актуальным темам, о борьбе с DDoS-атаками на современном этапе, о проблемах внедрения DLP-систем. Свои впечатления от Инфобез Экспо-2013 и пожелания организаторам в эфире БИЗ-ТВ высказывают участники мероприятия. Мне показалось, что в этом году организаторам удалось собрать довольно представительную группу докладчиков и ведущих круглых столов. Я могу отметить, что среди вопросов, которые поднимаются на панельных дискуссиях, присутствуют важные и актуальные вопросы. Лично для меня выставка подобного формата, которая про все и сразу, про безопасность. В ней, в первую очередь, важны люди, те, кто участвует в конференции, те, кто принимает участие в круглых столах, те, кто выступают с актуальными вопросами на этих круглых столах. Поэтому выставка – это про контент, про людей, про круглые столы и дискуссии. В спорах рождается истина. Круглые столы и выставки – это место для дискуссий, обсуждений, выработки новых правильных решений. Лично для нас – это, как всегда, возможность пообщаться с нашими заказчиками, встретиться с другими экспертами и рассказать о современных аспектах информационной безопасности, то, чем мы занимаемся, то, что нам интересно, в понятной, доступной для людей форме. На инфобезе в основном – это все-таки не круглые столы в основном, а именно просто панельные доклады. Доклады, обсуждения – мне больше нравятся дискуссии. Но для модератора дискуссии гораздо сложнее готовить. Просто объективно, потому что требуется договариваться со спикерами, готовить обсуждения и более привычные доклады. Доклады готовить все-таки проще. Но, конечно, мне нравятся дискуссии. Поэтому я предлагаю организаторам подумать с точки зрения специализации, выделять дни, панели, собирать больше спикеров, давать больше времени докладчиков, требовать более качественный контент. Не 15-минутные выступления, а минут 30-45, как на Западе. Что касается конференционной части, здесь, да, здесь интересно, здесь хорошие спикеры, самые топовые. Здесь приятная аудитория, ну, все хорошо. Я скептически отношусь к формату выставок. Считаю, что выставки в ближайшем будущем должны превратиться в нечто иное. А не в выставке, а в демонстрации каких-то новых продуктов и технологий, когда можно будет пощупать все своими руками. Необходимо отметить, что в программу конференции были включены уникальные мероприятия, голосование и вручение премии Security Awards 2013. Дискуссия между львами, то есть разработчиками ИБ-решений, и гладиаторами, их потенциальными покупателями, представителями крупных банков, страховых и телекоммуникационных компаний, предприятий энергетического и промышленного сектора. Тем, кто пропустил ключевые события в рамках программы, организаторы дали второй шанс, пообещав выложить в открытый доступ видеозапись самых важных дискуссий. В этих и других деталях был виден внимательный подход Ристэк к организации, что неудивительно. Именно они привезли 10 лет назад бренд InfoSecurity в Россию и провели первые 7 выставок InfoSecurity Russia. Им удалось в каком-то смысле познакомить отечественную отрасль ИБ саму с собой. Теперь, работая под собственным брендом выставки InfoBezExpo, они вольны вносить в нее те изменения, которых потребует время и отрасль. Можно ожидать от организаторов, что в следующем году они смогут поэкспериментировать с форматом мероприятия. Например, как предлагают некоторые участники отрасли, целиком переформатировать выставочную часть в демо-зоны, а к отбору докладов подойти строго, чтобы уподобить наполнение конференции сверхпопулярным западным Black Hat. За прошедшие годы InfoBez сам по себе стал брендом среди отраслевых мероприятий, и привлекать участников способен и без приставки Expo. Время покажет, увидят ли специалисты в следующем году специальную конференцию InfoBez, или организаторы вдохнут новую жизнь в слово Expo.